Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. 2 июля 2020 года и продолжаем образовательную программу по Большой Советской энциклопедии. В предыдущем фильме по плебисциту я сказала, там было слово такое упоминалось, нобилитет и аптация. Но вот это видео, что такое нобилитет, давайте разберемся. И пока я в Википедию зайду, а потом мы посмотрим, что написано в Большой Советской энциклопедии. Нобилитет, от латинского nobilitas, знать. Ну, слово знать, это мы понимаем, как овладеть. Владеть информацией. Кто владеет информацией, тот владеет миром, как известно. И еще знать, это богатое сословие. Да, вот у нас так было, мы так понимали, что знать, от слова знать, да. В Древней Римской Республике правящее сословие рабовладельческого класса из патрициев и богатых плебеев. Ну, для примера, после 90-х годов у нас были и патриции, которые мы, может быть, не знали, и были богатые плебеи. Это так называемые красные директора, это те, кто из грязи в князе, это все эти младые реформаторы, Гайдары, Немцовы, Чубайсы, которые были плебеями и стали богатыми плебеями, и перешли в класс мобилитета. То есть, от слова знать, они были в курсе происходящих событий. Но народ, плебей, который стал плебеями, да, вот у этих мобилитетов, народ, конечно, был не в курсе, что там происходит. Сказками стучали, что там еще, что скажут народу, то он и делал, в общем-то. Это оболваненный, одураченный, не владеющий информацией. О чем и переживал, собственно говоря, и переживает Греф о том, что народу нельзя давать информацию, иначе ему будет сложно манипулировать, потому что он самоидентифицируется, никто не хочет быть манипулируемым. Греф честно признался. Это сейчас фраза стала притчей во языцах, и весь интернет ее знает наизусть. Я ничего нового не сказала. Вот у нас такой мобилитет. Мы должны просто понимать, что происходит, кто у нас мобилитет, от слова «знать». И если человек, даже если его вот этот мобилитет считает патрицием, плебеем считает, или там физлицом считает, неважно, как считает этот мобилитет кого-то, но если человек, который осознает себя именно живым человеком на планете Земля, начинает знать, то с ним вот этому мобилитету действительно не по пути, ему очень сложно манипулировать. Он не сможет подчинить себе человека знания, потому что знание – это сила. Так нас учили в Советском Союзе, и поэтому, несмотря на то, что там были вот эти вот продажные мобилитеты, и вот эти вот продажные плебеи, предатели страны, которые сдали страну, там были и военные предатели, и политические предатели, поэтому это и привело к 90-м годам. Не было бы предателей, не было бы 90-х годов, так бы развивался Советский Союз. Но они предали народ, они предали присягу военную Советскому Союзу. Нам остается знать. Тем не менее, в Советском Союзе знания все-таки давали, и была возможность получать эти знания, учиться думать, по крайней мере, учили. Знания уже убирали от народа, но учителя еще были честные, и они учили в школах населения наших советских людей, учили думать, благодаря чему и мы сегодня можем разобраться во всех этих крючкотворствах. Рядом с нобилитетом есть такое слово, которое напрямую из него выходит, это нобили, значение. Нобили – многозначное понятие, может означать нобили средневековый дворяне. Ну вот это вот нам интересно, средневековый дворяне, а также часть городского патрициата, которую составляли выходцы из крупных феодальных семей. А средневековые дворяне – дворянство – привилегированное сословие, возникшее в феодальном обществе и ставшее государствообразующей основой этого общества в средние века истории Европы. Вот у нас сейчас появляются новые дворяне, которые очень хотят вернуть монархию. Это просто невооруженным глазом видно, что подводятся именно под монархию. Вот они хотят вернуть себе вот это сословие. Вот эти нобили, которые из богатых плебеев, а плебеев из грязи в князи, которых, в общем-то, поднял Советский Союз, этих всех паразитов на своих плечах. Без Советского Союза они есть никто, и звать их никак. И вообще никогда бы мы про них не узнали. Но вот такая их благодарность. У паразитов она такая. Они используют и, так сказать, спасибо не скажут. Наоборот, они будут ненавидеть того, кто их поднял, за счет кого они поднялись. Но ничего нового, собственно говоря, не происходит. Еще что интересного мне показалось с этим словом. У нас есть слово гнобилия. Вот гнобилия, всего лишь г, или загнобилия. Возможно, оно произошло именно от них. Что гнобили вот эти нобили, гнобили. А теперь, что нам скажет Большая Советская энциклопедия за 1975 год. Нобилитет, знать. В Римской Республике замкнутый круг патрицианских и знатных плебейских семейств. Ну, неважно, когда он сформировался. Это замкнутый круг. То есть это каста избранных, знати, которые знают больше или нечто, чем обычный народ. То есть если бы народ знал то, что знает, это знать, то не было бы вот этого кастового общества. Но оно, к сожалению, существует. Представители нобилитета имели доступ к высшим государственным должностям. Их монопольное право на замещение высших государственных должностей привело к тому, что новому человеку пробиться к консульской должности практически было почти невозможно. Нобилитет был хранителем политических традиций Аристократической Республики. Но из его же среды выходили и оппозиционные политики. Ну, что мы, в общем-то, и наблюдаем в 90-е годы. И по сей день у нас есть монопольное право на замещение высших должностей. Мы видим, как тасуется колода, и ни один свежий человек, что называется, снизу, у него нету лифтов для того, чтобы пробиться к консульской должности, выйти куда-то наверх. Вот к чему привело так называемый развал Советского Союза. Они добились абсолютной власти, закрытое общество, знати. Нобилитет был хранителем политических традиций Аристократической Республики. Но из его же среды выходили оппозиционные политики. За единичными исключениями к нобилитету принадлежали и вожди, так называемые, римской демократии. В период империи нобилитет уже не имел прежнего значения. В более широком значении уже у древних авторов нобилитет знать противоположность народу черни. Поэтому знать она как бы светлая, они себя светлоликими считают, светящимися знать. Ну это, естественно, это притянуто за уши, им так очень хочется быть сияющими. Они сияющими, она черная знать. А народ, они черни, почему надо? Потому что он темный, вот эта ассоциация черни, потому что темный, значит, нету у него информации. Он не глупый этот народ, но он, ну скажем так, слаборазвитый, недоразвитый интеллектуально. Поэтому он черни, ему не положено знать. Он ничем не хуже этого нобилитета, они это прекрасно знают. Может быть, народ, он по своему ДНК и по своим возможностям, по талантам гораздо лучше этих проходимцев, паразитов. Но они знать, они в какой-то момент захватили власть на планете, и это они знают. Вот, а чернь и темный народ знать ничего не должен. Вот, собственно говоря, что такое нобилитет. Это для общего сведения справка историческая. Для тех, кто смотрит мой канал, я благодарю вас за поддержку и за то, что вам это все интересно. Делитесь этим видео, пускай люди, которых нобилитет считает чернью темным, просвещаются, просветляются и знают, что, в общем-то, почем фунт лиха. Кто такие нобили, гнобили и нобилитет, что такое знать. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал. С вами была Галина Конышева и следующий ролик прямо подступает.